всем привет вы на канале крипто комманс посмотрим что происходит на рынке мы продолжаем восходящее движение в рамках технического отскока как минимум как говорят медведи и как максимум в рамках полноценного разворота с последующим to the moon что мы здесь можем видеть мы все еще идем к нашим целям по биткоинов 52 54 к это локальные цели которые будут достигнуты с высокой доли вероятности помните мы говорили с вами о том что здесь у нас уменьшаются волны на сайфере и вот собственно это и дало нам этот импульс мы видим зеленый money flow начинается волны идут наверх в общем все очень-очень даже хорошо выглядит для тех кто лангует плюс ко всему сетка и my ribbon на дневке только-только начинает разворачиваться в бычью сторону вот что было последний раз когда она развернулась медвежью сторону мы падали очень долго и затяжно поэтому будем надеяться что это не ложный разворот типа как был вот здесь ложный разворот вниз а полноценный разворот типа как был вот здесь разворот вверх вот это еще один знак в пользу того что мы сейчас видим лонговые движения напоминаю вам что ближайшие уровни по фибе это 47 тысяч долларов 51 и 55 вот туда я думаю с высокой долей вероятности мы и пойдем по bitcoin уже если будет коррекция к этой сетке my ribbon на данном этапе то это уровень приблизительно сорок две тысячи сорок одна пятьсот если мы туда упадем там на мой взгляд будет отличное место чтобы докупить еще и поехать выше но ключевое слово если потому что на мой взгляд мы сейчас вероятнее пойдем сразу наверх без всяких коррекций напишите в комментарии что думаете вы идем ли мы сразу наверх или все-таки будет небольшая коррекция сейчас которую все так и ждут пару слов про дэш скажу потому что я знаю очень многие из вас повторяют за мной и держат дэш поэтому смотрите мы сейчас уперлись достаточно сильное сопротивление как многие говорят хотя если так посмотреть то нифига но не такое уж и сильно и сетка my ribbon здесь тоже развернулась в бычью сторону причем развернулась гораздо более откровенно чем по биткоину вот так что смотрим как закрепимся мы выше нее не исключаю откат до этой сетки куда-нибудь в район там 110 112 в худшем сценарии и потом пробитие уже этого сопротивления вот какой-то такой сценарий жду но опять же не исключаю то есть я не говорю что это точно будет может быть мы сейчас сразу улетим на 180 понимаете поэтому не стоит своих ожиданиях цены чуть ниже не стоит быть вне ракеты вот давайте посмотрим пару монет которые меня просили в комментариях это атом и эфир классик но перед этим я вам хочу сказать одну вещь вчера делал объявление по поводу нового торгового турнира на бирже bybit это все в силе вот я только начал мой рейтинг уже 284 pnl 5 процентов это все в силе ссылка в описании можете ознакомиться но я забыл сказать важную вещь там еще есть вторая ссылка по которой вы можете получить дофига наград это мега запуск usdc все что нужно внести депозит в usdc вот тут все подробности есть по ссылке как это сделать можно внести депозит в usdt потом конвертнуть можно сразу в usdc и нажать здесь везде зарегистрироваться и пройти несложные задания типа там ретвиты и так далее и можно получить очень неплохие призы поэтому ребята оставлю ссылку на этот конкурс тоже в описании и у нас в telegram канале на который кстати обязательно подпишитесь если вы вдруг не подписаны сделал пост подробный про все это как забрать призы что нужно сделать так что ознакомьтесь пожалуйста и зацените ну и раз уж мы заговорили про bybit вот все мои сделки как всегда открыты ребята держу лонги дэш биткойн эфир xrp бедао и полка дот дисклеймер не финансовый совет вы делаете что хотите я просто вам показываю что делаю я и так теперь канале зума нет атом атом usd смотрим дневной таймфрейм мы видим достаточно явные повышающиеся минимумы начиная с лета 21 года и при этом практически идентичные максимумы то есть мы рисуем на самом деле треугольник с поджимом наверх что по сути своей является бычьей формации и обычно пробивается наверх плюс мы видим тут тенденцию параболического закругления тренда посмотрите поддержка сначала была вот такая потом вот такая по логике она в какой-то момент становится вот такая если мы говорим о продолжении бычьего тренда соответственно по этому вижу вот такую поддержку которая может быть конечно ложно пробита вниз но в целом жду а там куда-нибудь по 70 80 а может быть 100 долларов в этом сезоне почему нет а там очень хорошо себя показывает в этом сезоне поэтому я думаю что мы еще ничего не видели толком по этому вот это атом к usd атом к биткоину выглядит тоже очень интересно посмотрите-ка мы пробили с вами важный уровень сопротивления который не могли пробить долго вот здесь и вот здесь мы его пробили ушли ложно вниз пробили снова и сейчас закрепляемся на нем как на поддержке это очень важный уровень к биткоину если мы не провалим ниже 65 64 тысяч сатоши или ложно заколем и потом выстрелим обратно то я думаю что следующие цели это 100 сатоши где он уже был 120 130 сатоши ну тысяч сатоши я имею виду и полетели туда дальше атом btc показывает очень очень разворотную формацию друзья как вы можете видеть сами эфир классик эфир классик порадовал конечно очень хорошим пампом причем смотрите это график эфир классик к биткоину посмотрите как отработала вот это вот желтая точка мы сходили чуть ниже нее моменте на 6 или 7 процентов к биткоину но после этого выстрелили на 87 процентов или если мерить от точки на 79 процентов к биткоину это очень очень хороший импульс мы видим что к биткоину у нас с вами money flow красный заканчивается прямо сейчас собирается переходить в зеленую зону да здесь есть небольшая красная точка но она говорит о локальной коррекции нежели о глобальном развороте поэтому смотрите тем не менее сетка к биткоину у нас на уровне сейчас 85000 сатоши при том что цена на уровне 107 тысяч сатоши то есть если начнем падать то можем увидеть что-нибудь такое но я думаю что еще скорее вероятнее мы сейчас дадим еще один такой импульс то есть это такой типа бычий флаг или треугольник который пробивается также наверх куда-нибудь на 140 на 50 тысяч сатоши и потом только мы увидим коррекцию уже когда сетка соответственно тоже подрастет на эфир классике к доллару мы видим собственно то же самое за исключением того что уже зеленый money flow подтвержденный и сетка в районе 36 долларов стремительно растет то есть даже если мы сейчас начнем падать пока мы будем падать сетка еще подрастет куда-нибудь на уровень 38 долларов или даже 40 в общем я думаю что если эфир classic опустит на 39 38 долларов то там вероятнее всего его надо будет подбирать и лететь дальше но еще раз говорю перед этим он может сходить и на 60 сейчас понимаете потому что у нас тут есть сильный уровень принципе мы сейчас упираемся уже в сильную зону проторговки это пятьдесят два пятьдесят восемь долларов но другой стороны не такой уж это и сильный уровень на самом деле просто здесь была некая проторговочка вот здесь а так если вы посмотрите эфир classic у нас с вами с прошлого года находится в аптренде дал очень сильный хороший импульс после этого провалился ниже поддержки и тут надо смотреть конечно с бинанса потому что там был правильный all-time high в 180 долларов давайте посмотрим по фибоначчи от верха до низа накинем сетку и поймем что даже в рамках коррекционного движения даже если представить что это был пик рынка и мы сейчас находимся уже в медвежьем рынке то в рамках коррекции эфир classic может дойти как минимум вот до 60 долларов 0.23 уровень до 82 долларов 38 уровень до 100 долларов 0.5 уровень и наиболее вероятно до золотого кармана это уровень 120 долларов 61.8 по фибоначчи мы можем дойти даже в рамках медвежьего тренда понимаете а если тренд бичит мы можем легко также и переписать этот all-time high и улететь куда-нибудь на 300 или даже на 500 долларов вот у нас следующие цели будут 11 от 18 это 278 долларов друзья поэтому тут вопрос как вы все это разволновываете если для вас это была первая волна это 2 сейчас только пойдет 3 то все окей если для вас это уже был один два три 4 5 то тогда да вот мы сейчас уже в даун тренде но опять же это может быть коррекционная abc и сейчас мы полетели наверх поэтому не знаю тут как бы я не специалист по волнам эллиота я просто вам говорю уровне сильные которые я вижу это что я вижу в принципе мягко говоря очень бычий импульс вот здесь вот у нас был по эфиру классику но конечно же ребят напоминаю вам что лучше искать монеты которые внизу которые вот здесь посмотрите как выглядел эфир классик по 4-9 долларов и таких монет куча сейчас вы сами знаете которые все еще не сделали вот такие вот большие движения потому что эфир классик как ни крути уже все равно где-то на середине пути поэтому смотрите главное не лезть на мой взгляд вот в такие монеты сейчас как луна как мана которые уже дали по сотни иксов понимаете они конечно могут еще дать по 2-3 икса там но опасно это все мать и кто же самое посмотрите bnb тоже самое уже очень сильно запамплены в этом сезоне монетки поэтому лично я в них не лезу и при этом есть монеты такие как bitcoin кэш всеми забытый посмотрите где он валяется вот у него только сейчас кстати очень хороший разворотный сетапчик по сайферу опять же после желтой точки ребята на недельке желтая точка это самый мощный вообще сигнал того что это дно никогда еще не подводила также трон к доллару тоже все еще очень низкий посмотрите трон к доллару при этом находящийся в аптренде все еще очень дешевый даже по сравнению с тем где он был это весной понимаете он уже ходил на 17 центов сейчас стоит 6 даже xrp посмотрите ребята который ходил в этом сезоне уже на 2 доллара при этом не переписал свой all-time high в 3.3 доллара сейчас находится ниже одного доллара ребята по 80 чем-то центов и тоже очень красивый здесь сетап по xrp раз мы его начали смотреть давайте посмотрим накинем фибоначчи от all time high до all time low и поймем что xrp в этом сезоне дошел точно до 61.8 по фибоначчи когда сходил на 2 доллара вот то о чем я сейчас вам говорю что даже в рамках коррекционного движения в медвежке как правило мы переходим до золотого кармана посмотрите как идеально отработало сейчас мы идем вниз и при этом тренд у нас пошел на разворот еще с корона дампа посмотрите у нас повышающиеся минимумы так что я думаю здесь нужно накинуть вот такую фибку с локального low до локального high наверх мы видим импульс и коррекция от него коррекция произошла точно до 78 уровня это 55 центов то есть если мы в бычьем тренде ребята то ниже уже мы не должны опуститься смотрите мы сначала на золотом кармане постояли в итоге провалились на 78 уровень сейчас для быков очень важно закрепиться на золотом кармане это 86 центов и полететь дальше выбивать доллар доллар 20 и куда туда поэтому ripple в принципе выглядит тоже очень хорошо учитывая то что его все забыли я думаю что он нам еще покажет кейк кстати говоря кейк давно не смотрели очень сильно провалился кейк на недельке а на дневном таймфрейме посмотрите у нас как раз сигналит желтая точка и очень большая зеленая свеча объемов о чем это говорит о том что скорее всего толпа уже вышла в огромном минусе кого ликвиднуло кто сам продал а умные ребята набирают потихоньку эту монету и плюс еще кто-то скорее всего по маркету просто закрыл свой шорт так что кейк тут даже в рамках технического отскока я думаю будет очень сильный движняк можно кстати спокойно прикупить немного кейка но дисклеймер не финансовый совет сами понимаете но выглядит достаточно перепроданным и иос тоже кто торгует иос очень сильно перепродали его и снова желтая точка сигналила вот здесь мы сейчас пришли точно на ретест этого уровня смотрите как будет сейчас вести себя иос если он его пробивает и разворачивать сетку и мой риббон что вероятно произойдет потому что смотрите здесь какие мульти дивер а то я думаю что мы увидим по иос хорошее сильное движение куда сейчас посмотрим опять же кидаем фибоначо от локального хая до локального лоу и понимаем что вот минимальные цели это 23 уровень 5 долларов 38 уровень 6 и 9 долларов 0 5 уровень 8 и 3 доллара и 61 8 уровень 10 долларов я думаю что минимальное движение будет происходить туда вот ну и в принципе ребят по этой же аналогии вы можете накидывать фибу сами на все монеты смотреть как они себя ведут чаще всего это отрабатывает естественно друзья иногда мы не доходим до этих уровней и получается коллапс всего рынка все начинает падать поэтому если в лонге не забывайте плавно разгружаться и там и там и там по чуть-чуть скидывать свою позицию просто расставляя плавные лимитки на закрытие своей позиции вот а у меня на этом все спасибо что смотрели не забудьте про два конкурса от bybit ссылки на них будут в описании если вам нужно менять крипту покупать и продавать криптоэксчендж переехал на домен cc очень классный обменник ссылка на него в описании bitcoin эфириум тезер сбербанк тинькофф мир все что нужно и пишите в комментарии как вам заходит такой формат какие монетки в следующий раз посмотреть и увидимся скоро тем профитроле пока профитроле пока